Итак, приветствую вас снова в студии Frankenstein. Это наша какая-то несменная локация. Сегодня в рубрике «Танцоры тоже» у нас Тая Айнгол. Все-таки Таня или Тая? И почему вообще это произошло? Максимально, максимально банальный такой момент. Я не Таиси, именно в эту тему. Просто, когда я приписываюсь с другом, он один раз пропустил букву «Р» и решил, что все, это мне очень подходит, стал мне так называть. И я тоже потом решила, что мне это подходит, и просто так называть. Ну, именно, было танцевальное. То есть это никак не связано со сменой танцевального стиля, то есть перехода к дэнс-холлу к пакете. Нет, вообще никак не связано. Нет, я просто была... По-первых, у них вот это самое я слышала. Была банда. Большая. Да. У меня назвали мои мультик-командники. Еще вот этот вот байкер-дэнс-холл. Когда-таки только вышел мультик, это панда. И они все поняли, что вот этот персонаж, который живет в печеньке, и все, готов ради этого сделать, это я. Вот. Я была такая. Панда был в доме. Приехала из ТОВ, когда уже не было людей, которые меня добывают, и я сам помню. То есть, ну, увлечение вайкингом началось еще недолго. Ну, это такое. Я жила, начала двигаться в ней, а я познакомила ФИКО. Чуть-чуть познакомилась с мультиком, вайкингом и хаосом, но, опять же, на уровне таком интернета не было. И только какие-то такие урывки, базовые элементы, что-то такое. Но именно увлеченность была только хип-хоп. Я понимала это слово. Шаг тогда повыше, все слышали слово хип-хоп. И, как бы, какие-то урывки, то, что можно было бы сказать, где-нибудь, там, чуть-чуть базу хаоса, чуть-чуть базу локинга, чуть-чуть базу вайкинг, когда он выглядел вот так, вот ее сертификус допомнит, вот это подвижение, чуть-чуть базу локинга. Вот мы его еще в 2000-м году, в 2009-м учили. И, как бы, я тогда еще не импровизировала. Я не видела вообще о батлах, о джемах, которые, твоя хореография, основываясь на базе этих стилей. Но, когда я приехала в Новосибирск, мне стало интересно как-то полу уже это изучить. Пошла на хип-хоп, наверное, на тэнс-хоп, соленоправду, потому что это были мои любимые. А потом мой преподаватель, по-моему, сказал удашай, она мне говорит, такая, слушай, приходи поменовать. Ну, как-то, просто нам предложили, типа, давай, если я тебе нечего, приходи. А батет мне не нравится совсем. То есть, я думаю, что женский стиль вообще не для меня, вот эти все легенцы. Нет, спасибо, не буду. Но, так как я, когда приехала в Новосибирск, у меня еще не было никакого друзей, такая, знаешь, школьная депрессия, и меня расстегла, и я прям хотела себя дать по максимуму. Я была все равно туда ходила, было блага, зайдите свое время так, чтобы я вообще не отдыхала, я не думала о чем. И пошла на хип-хоп. И как-то вот осталась, с ним познакомилась в Новосибирске. Когда переехала в Ростов, я хип-хоп бросила на года два, потому что его здесь не было абсолютно. И я тогда, с того силы скажу так, я не чувствовала в себе силы его здесь развивать, я не чувствовала себя, я не чувствовала себя, не как в тазуре вообще сама. Я открыла, конечно, штуку по лайкам, с таким страхом вообще. И спустя один месяц издевательств и люди приходят такие, а это как души танцуют, а это как казаки, а это хай хилф. Вот. И я психолог, я не чувствовала себя, как в тазуре, не сбросила все это дело. И тут погуляет тот засхол. Тогда у меня была свой коф, и всех это не интересовало. Вот. Так как я его признала, с Новосибирскими отношениями, я начала им преподавать. Трафайл. Оно получилось, поэтому и продолжим. Знаешь? Я вот начала и байкинг и нас холл, но из-за того, что байкинг абсолютно было тяжело от себя поднимать, я бросила. Сенс холл получилось и продолжим. Вот такая моя история, примерно два года, вот так и тяжело. Просто был период, когда я не понимала, что именно я конкретно хочу. Мне нравились ситуации, это там, и хаосы, хит, байкинг. Очень долго я просто брала все, что-то, и храм понравился вообще. Что-то мне не нравится. Ну, храм все не нравится. Не нравится. Просто смотри. Ой. Короче, долго я летала, смотря на тем, что я вообще хочу. И даже не могу сказать точно, когда это что-то влияло на выбор для него байкинга. Интересно, сейчас, может быть, почему там резко байкинг, и все. Хорошая красота. Никогда не было идеи мешать в стиле? Типа, танцпол, партнер, что такое делать? Я этим и занималась, и занимаюсь сейчас. Папа замешаю. Папа замешаю. Папа замешаю. Да, то есть мешать, это вообще-то без вопросов. Но, опять же, до того, как мешать, я понимала, что нужно хоть что-то изучить основательно. То есть, мне не хотелось взять и мешать то, в чем я не уверена. То есть, взяла чуть-чуть там, там, там. для меня это не казалось хорошей идеей. Я хотела, что-то вот, хотя бы в одном чувствовать себя уверенно, как в таком, фундейшем, а в одном уже начать экспериментировать, направлять, направлять, и так далее. Я думаю, тут сыграл один-другой воровизм. И мне вот именно хотелось, чтобы Папе здесь был. Знаешь, такая идея была. Я понимала, что мне это трудновато. как-то делаешь все. Ну да, вот это такое, знаешь, в инстаграмме, я смогу, как-то так. В Айки, в Айкинге, как и в Айкинге, есть дома. Дом. Дом один. Один. Вообще, всего в мире? Да. Один единственный, один авторит. Вот, это прям вот, большое отличие. То есть, не дома, как бы, боги, они объединялись. И, действительно, для них была семья, да, изначально. Они, как бы, жили вместе, очень тесное общение. Изначально дом в Айкинге создал уже другие посылы. То есть, не с посылом, что мы живем вместе, на семьях. Больше с посылом любителя культуры. То есть, человек, который был Далин Проктор, который был пионер в этом стиле, он решил, что для развития культуры бы здорово создать такой дом в Империум Хаусом Пахе. И, когда он путешествовал по городам, с мастер-классами, он в каждой стране назначал одного человека, который предпринимает дом. Вот. То есть, и этот человек в той стране принимает идеи и так далее. Кто прям он был носил? Дошали. Дошали наша мама, которая сибирская, а в 2000, по-моему, в 2015, в 2011 они назначили главной Альхоу. И, с этого, это появился Альхоу в России вообще. Вот. Первыми людьми, которых она называет, это было Топ-Рокер. И вот, как раз таки, команда наша. Это было, для меня было очень удивительно. Я думала, блин, я же вообще еще зелень, зелень, я же еще ничего там толком не сделала. Типа, я только выкидала. И меня взял, для меня это было такое, очень почерпное, но я немножко так отрублена, что офигеть. Сколько было? Это было примерно 30-й класс или 11-й. Или 17-й. Вот. То есть, где-то, вот я только полгода буквально занималась, или две, а ух. Я помню, девчонки, они такие еще, когда угадали, что Даша, это мама Альхо, они такие, давайте, они такие, давайте, делаем так, на подъеме, такие рации. А я стою и думаю, что, я реально думала, что я хочу, нифига себе не оптимист, типа, ну, я считала, что он очень недостойный. Вот. И тогда, мол, что-то пролучало, и метр пошел. Вот. Но с тех пор, самое такое, урушенное немножко, что, я, по сути, из того коллектива осталась одна, кто продолжила танцевать и вот там, все так распалась, как шпалка. Ну, нормально, спать, джей, джей, джейдай. А, я же переехала, мы с Владей, подоконились в Якутии, я думаю, о педагогах. Казалось, я подоконила местом, хип-хоп, лоджи, хаос, он был моим первым, ты понимаешь, тогда я переехала в Новосибирск, и там подоконилась уже в Гошае, и она подоконилась в Якутии, и она продолжалась в Якутии. Вот. Мне кажется, у Батки не было что-то, да. Потом уже, тогда баба Сильбанда сказали, что я иду в Новосибирск, переехал в Ростов, продолжила танцевать Батик, а он переехал, идти в Москву, и стал организатором фестиваля по Батке, но если бы опять встретились, только на маму, конечно. Человек, который мне надо 10 лет, я не знаю. когда говорят, что какой-то город большая деревня, мне кажется, что мир – это большая деревня, потому что у нас можно идти просто, не знаю, в Польше, если встретить кого-то. При самом деле, это так было. ну, это название в обществе, ты сама знаешь, так было, что это правда. Да, все это идет с нами. Тем более, в Агенте вообще удобно, комбинит очень маленькое, ну, по крайней мере, сейчас уже только что происходит, но так, что, как опера, мы все друг друга знаем, мы знаем тот, где ждешь, что там, вот этот вот, в Сибири, вот эти, очень маленькие комбинити, это даже, знаешь, плюс, одно время меня это как-то расстраивает, думала, хватит, мне кому-то интерес нести, что-то, а потом я поняла, какой-нибудь там кайф, когда я поехала в Чехию, и осталась там на долгое время, на долгое время, или так, без средств, таких, тысячи, тысячи половин, и мне, сразу же помогло то, что я лайнер, потому что я однокомнилые средства, которые тоже достигнули, понятно, что это еще плюс их человеческие качества, плюс открытость европейцев, такая, как бы, ноярность, ну, человек, в общем, ты приезжаешь в другую страну, и там у тебя, нашел макер, и ты такой, ой, еще макер, то есть для того, что нас мало, это такое, очень тесное общество, и очень крепкое, что мне не нравится, что ты чувствуешь, и ты чувствуешь, как бы, ну, ты представляешь, что ты приезжаешь в другую страну, и пишешь там каким-то ребятам, привет, я хопер, или, я хопер, ну, молодец, а ты приезжаешь в другую страну, я макер, и они такие, аааа, еще один, ну, это я, только ты шест, да, в этом плюс есть, что макер очень здоровый, тесный очень, теплый. Музыкальная, как она такая, как она такая, как она такая, она вражденная, и ее можно разбить, просто всех очень интересует эту ситуацию. И я там много вопросов, на каком-то музыкальности, но вот, да, прикольно. Эээ, честно, мне даже как-то странно, потому что у людей есть мысль, что это типа вражденные, да, есть какие-то, знаешь, предрасположенности, с абсолютным словом, которые родились, у них там как, все это пропало, на переполках, и работает, но, понятие музыкальности, это очень даже, вполне себе, вещь, о которой можно работать. У музыки есть свои законы, есть свои правила, можно их изучать, можно, ну, учиться, их компетировать, по себе. Так что, это все на работе. Угу. Я не могу сказать, что, знаешь, те, кто танцует балькингами, вот изначально прекрасно, сейчас слышат, что, господи, это даёт на самом деле. Возьми, это вообще от стиля, это же не зависит никак. На живой стиль должен быть, музыка. Да, танец связан с музыкой, это вот, должно быть просто музыкальности, квадратные, в агенте просто специфика танца такая, что ты должен музыку показать. по этой задаче именно ее как будто спеть. Есть там, знаешь, если ты с бокалом, ты должен засыпать так, чтобы человек аж до него дошла эмоция, увидел эти звуки, как будто бы действительно эквалайзер. Это просто специфика такая. Вот. Поэтому, ну, нельзя сказать, что опять, знаешь, люди, которые музыку показывают, ну, сейчас. Если ты показываешь звучки, это не обязательно говорит о том, что ты играешь на музыкальный, потому что музыка получит двусторонние понятия. Нужно уметь как музыку показать, так возможно уметь играть. Знаешь, это немножко бич в такой бакерском понимании, что вот играет трек, ты слышишь ту-ту-ту-ту-ту, та-та-та, и так пауза. И ты должен обязательно сделать ту-ту-ту-ту-ту, та-та, и пауза. Но извините, нет. То есть, если этот трек сыграет десять раз, и ты делаешь ту-ту-ту-ту-ту, та-та, и опять, и опять, и опять, и опять, то где здесь творчество? Потому что это момент самовыражения. Ты можешь стать, каждый день социалом на таки. У тебя чем помочь, там другое настроение. А музыка, это не только та вещь, которую ты берешь, но как она есть, все. как постулат. С ней можно играть, с музыкой можно танцевать. И для меня, вот на параде музыкальности, оно время включает в себя то, что, да, ты можешь отыграть, но и если тебя там другое настроение, если ты по-другому сейчас себя чувствуешь, ты можешь с ней поиграть. Ну, это как-то напомню. Вот. Музыка это не только то, что там, ты слышишь какие-то пучки, да? Ну, в музыке есть понятие там, 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 сантазы, и так далее. Есть очень много разных критерий, по которым можно с музыкой работать. И там, ритм, это вот, это не самое главное. Это познание на собственном опыте, или какое-то было образование на собственном опыте, там, 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 ну, именно вот в музыкалке я научилась, но мне очень, как сказать, мне всегда это было интересно, мне всегда было интересно, потому что, даже когда я еще танцами не занималась, у меня был такой «Хомпит», я приобрелся перед танком, и ты знаешь, программка была «Windows Media» и там ты когда включаешь тэк, там, И там была такая картинка, которая всякие кромочники приняла, и оно как-то иногда синхронизировалось со звуками, то есть там звучит сильный какой-то инструмент, а бух, бух, ты видишь какие-то такие, прям визуализированные такие, сильные движения кулаков, а потом бах, музыка дальше продолжилась такая же, а они как-то по-другому начали двигаться, то есть вдоль оттеней, табари, появились какие-то другие, то есть иногда совпадало то, что ты слышишь, что ты видишь, а иногда нет, вверх головы, прям вверх, это было, сидеть долго, но это было, что-то взяли, вот, и когда уже начала это называть, у меня еще не было объяснений, мне все равно это мне нравилось, как это все выглядит, что можно показать, а может и нет, но это не было понятно, как это все систематизирует, то есть 5-5 лет, и потом произошла очень для меня важная вещь, Варя, тебе еще спасибо, спасибо ему за это, он позвал меня в лагерь, который был читать, что я по-моему, в лагерь организовывал Алис, это был танцевально-музыкальный лагерь, и я туда ехала, в сих пор на другомalter, меня она намного сейчас будут учить, а вы говорите, как это, вверх, состроен, вышел в биоясниках, таксико, 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 таксико. Ну например, первое занятие – это просто сидеть в кнопках, нужно просто кнопать у стены, и вот это просто неправильно, вся, я вот выбираю, ёдёшь, ты не знаю. Слышишь? 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 Да. Вот. И... В том, что мы занимались биологией, мы сняли как-то строиться как-то, ну, такое, не прям глубоко, когда мы заканчиваем, то, с чем можно работать потом в учебном салоне. А ведь, что мы занимались практикой, занимались эти штуки уже как-то так. И потом, как скажет, я не помню, что вылежали под журналистом. То есть, прям, такой был комплекс. А... Вот для меня тогда это было... Вот, знаешь, О, вот теперь и стала нас не достать. И могла понимать, вот, как теоретически так вы думали, потому что, знаешь, что такое, на мой взгляд, финанское мило, что творчество, что и все. Творчество такое, не было, ну, и эмоциональное, и эмоциональное. Да, все такое воздушное, и как это было. И весь такой, незакладывающийся, просто, денежка на милитию, и потому как на самом деле. А язык начинает, чтобы изучать, и как-то все соматизирует, все соматизирует, и там, все соматизирует, и там, или там, и техмер, все телеворческий человек. Это, прямо, мне очень нравится. Потому что, любому из техств, все равно, как бы, на мой взгляд, трансмены. То же самое, что говорить, здорово видеть ссору, знаешь, какой-то пример, трансмены, и когда, где-то, и не изучаем, какой партнер, и все, они прохваляют, о-о-о. Ну, я, конечно, не помню, но я сейчас объясню, когда человек, просто, который ставит отзором, не изучая никакой партнер вообще, вот просто, то есть, вот, и пытается, просто видеть, как это. Возможно, конечно, он приведет, какой-то такой, естественный пластик, вот, и просто, буквально, чуть-чуть взяли парочки, движения снизу, там, написал, соединение, и все, и я, художник, я так вижу. Но если у тебя нет какого-то глубокого движения, а кто мне это делает? А как оно появится? А почему мне это такое? Я не знаю, что это делать? Ну, все. Образование. Так, вообще, это был образование. А-а-а, Тюра! Что, это про музыку, да, я, то есть, да, мы считали издевлением центра, это, это, директор центра банка, на секундочку. Что пошло не так? В какой момент стоп, стоп пошло не так? Все пошло не так, все рухнуло. Но у меня рядом, где-то была мечта, такая, быть, вот, каким-то очень, серьезным человеком, конечно, простите. Я училась на пятерке, и думала, что, реально, с вашим домом, а кто зарабатывает больше всех? Ну, наверное, где-то в центре банка. И я такая, все. Вот, директором центра банка. и, ну, я думала, выберу какую-нибудь школу высшей экономики, педагоги, на самом деле. Вот, такие, основные, в школьном периоде. А потом? А потом, я делаю танцы. В классе, я делаю семьи. Да. Я была участницей, на самом деле. И, я боялась идти на танцы, вообще, какой-либо кружок, она нужна, по-другому. И это было ужасно. Я понимала, что это в себе нераз, это качество. И, как раз, эти танцы, мы могли с ним побороться. Я понимала, что это меня раскрывает. Мне нужно выходить из этой зоны комфорта, когда я одна. Когда я одна, и тем более организация, для того, какой-то с этим общепонятием, для меня это был шок, что я абсолютно не могу это сделать. Я помню момент, когда мы еще назвали в Куте, я стала перед зеркалом дома одна, и думала, сейчас что-нибудь забрати. Я ничего не знаю. Я помню, я Макс, я его делала вот так, и с такими, охотелась на зеркало, с такими забороженными глазами, что, что же с тем дальше. То есть, у меня был какой-то страх фибровидации. И, видимо, когда я собрала бронету, в характере, мне захотелось и потом, надо же как-то как люди борются сейчас с этим. Мечтает? Да, нужно это все как-то, в короче, начать и победить. И я мечтала, что начала мечтать. То есть, мое стремление директор Центробанка, переработал, в студенте, научился анализировать дороги, и приятно чувствовать себя в инвалиде. Да. Ну, как-то так. И было несложно делать там, как профессию. Профессию. поминали, что я не думала, что это будет моя профессия сейчас была. Мало о чем думала. Просто понимала, что есть вот эта ошибка. Я понимала, что я это явно делаю не брошу, потому что надо добить. Мне очень интересно побороться, во-первых, со своей мечтюхой, во-вторых, в принципе, ощущение на сцене, мне очень нравилось. Я не думала, что я свяжусь с этим профессией. Думала, у тебя надо работать и как-то совмещать. Но начало так много. Потом, я поняла, что вот это настроение в танцах, оно столько сильное, что занималось все время. Что просто я готова это заниматься каждый день. Но я не жалову этого времени и силы это все. Были моменты, когда вот совсем не получалось добиться того-то результата и тогда вот такое было и секундный момент, и отчаянник, это как-то, может, не даем, может, все-таки надо, фикантин. То есть, много разговариваются как-то. но они были такие, прям, секундные. Вот, она прилетела, у нас и сразу, нет, надо добить, как так, нет, я не должен. Вот, и вот это не должен, произошло то, что все время стало у тебя остаться. Когда я уже училась в институте на экономистов, по-прежнему какие-то еще мысли, что я буду работать в этой сфере, на курсе уже третьем я полностью довела на университет. Меня там не видели, наверное, не обменяли, и я вот его закончила постольку поскольку. и не реагирую в этом, в общем. Профессия этого сфора, сейчас уже понимаешь, что да, это работа, она сложна в том плане, что, понимаешь, ты там на себя в ответе. Тебе самому нужно думать, что сделать, когда, как, самому всю эту работу строить. и очень, очень странно, наверное, слушать мнения. Это мы слышали от творческих, это можно слышать от творческих людей. Ну вот, серая масса, вот эти вот, которые работают по графику. Кондексы, кондексы, И вторая есть версия. Это можно услышать от людей, которые работают, ну, нормальные, в стабильной работе, у которых есть какой-то договор. Одни можно услышать, что, ааа, это не серьезно, все вот эти ваши дела, когда вы просите это все, это все у вас детство в одном месте. Ну, не серьезно. И вот, мне лично кажется, что шуте, шуте, и вот, шуте, шуте, бобры. Потому что, нет, это не сложно. Дело даже не в том, что творческие, не творческие, любая профессия, творческая. Даже если ты бухгалтер, тебе нужно, блин, ты серьезно. Те, кто не изучал их учет, говорят, что экономика, это не творческое дело, да и вопросов, значит, вы не знаете, обойте мать вообще ничего. Момент в том, что это же просто условие. есть люди, есть люди, которые чисто по темпераменту удобнее и продуктивнее они себя проявят, если у них будут условия. Может, начальник, который ругает тебя за что-то, и говорит тебе, что делать, и тогда они работают прямо на свой максимум. И тут не важно, творческая профессия, не творческая вообще, просто это человеку в таких условиях комфортно. Есть люди, которым комфортнее будет, когда у них нет условий. они тогда чувствуют себя, ну вот, проявляют себя продуктивнее. И это только в этом возрасте. То есть, если тебе работа не нравится, если ты чувствуешь, что ты не развиваешься, даже, ну, не важно, карьера, не волосы, или нет, даже просто как человек, понимаешь, что ты что-то делаешь, что-то у тебя меняется, неровное время, как ты, вот, растешь, то тогда вообще не важно, какие, какие условия, то есть, ты работаешь пока граф, то есть, за четкий практик, или ты работаешь свободно, просто твой выбор, о котором тебе думают. И, это правда, знаешь, как, как бич какой-то, то есть, серьезно, вот это, вообще, очень хорошие исполнители, да, есть очень хорошие люди, которые создаются, да, да, это, это, только, если сенсой в том же, какой-то, какой-то команды, у которых есть графика, да, есть также, всякие представители творческих, давай скажем, творческих профессий, которые работают по графику, в которых реально есть вот этот договор, взять ту же Европу, так называемая компания, там там сон должен, где-нибудь прийти, там у него график, какой-то там, шестичасовой, с доедельных компетенций, его отдают только два раза в неделю, Бывают люди наоборот, которые работают в каких-то компаниях, инженеры, разработчики, у них свободная графика. Главное, что-то создать. Просто люди, мне кажется, иногда бывают, думают, что вот у тебя эта графика, ты вот свободный, у тебя все кайф, ты зарабатываешь, тузуясь. Да, но здесь есть твоя жертва. Когда ты работаешь по графику, да, ты жертвуешь некую свободу во времени, но плюс в чем? Тебе не нужно париться и не нужно самого что-то придумывать каждый день. То есть ты встал, ты понимаешь, ты выполнишь эти условия, и тебя будет денежка. Ты освобождаешься от этой надобности, вечно будете напрягивать, надумывать, что же тебе сделать, что-то такое, чтобы через месяц у тебя был доход, у тебя устабильнее, тебя не понимает. А у ребят, которые работают без графика, без договоров, есть просто, да, ты свободна по времени, это плюс, но минус в том, что ты сам себе хозяин. Никто тебя не поругает за то, что ты встанешь на… не встанешь, а если на график придешь на работу. Но, если ты сам не доставишь себя без темы, то ты и будешь, да, что ты за бедным художником. То есть тут ты должен научиться сам себя контролировать и понимать, что я, ну да, это встанцовый, если у меня график, но если я не буду сейчас, вот, ага, составлять себе вот это, вот это, вот это, не продумывать какие-то для себя методики работы с учениками, чтобы это было для других, то кто тебя будет платить, куда тебя будут платить, покажи. То есть тут вот плюсы не есть, в каждой эфире есть. Ну и вот в темпе сферы подсылаем на… есть на остальное время на личную жизнь. Вы решили, это было, правда? Да. Он должен был быть. Я всем его задаю. Ну, остается хорошо. Как? В каком случае остается? Куда же не будет? Вопрос только… Сколько? Сколько его стоит? Ну, ты считаешь, что танцору нужно находить какого-то танцора, который также занят в этой сфере, чтобы он как-то понимал, да, как бы… Ну, я думаю, почему там ночные гранировки и так далее. Вот. А вот кто-то уже был занят и… не доставал, кто-то был набрал из офиса, типа… «А тут букучет делаю, а ты где?» Ну, я думаю, что просто каждому человеку надо найти своего… ну, не ножи своего, а того, кто будет его понимать. И тут это, я думаю, не зависит вообще от работы. Это можно ли человеку, который тебя понимает, и ты будешь пытаться его понять, если он вообще не будет спирт. Это все отличие от качества. Есть люди, которым реально будет удобно, если у них… ну, если мы говорим о танцор, то кому-то будет удобно, что, да, у него будет какая-то вторая половинка более стабильная. Вот именно, чтобы он не понимал, что есть какой-то… какой-то базис, а ты дальше уже… Так как твоя работа нестабильная, работа, ну, хореографа, там, злора, она нестабильна, она ведь, как тебе приглашили. Тебя пригласили сегодня… Ну, 5 тысяч долларов. Да. Не пригласили, сидишь и хотёшь вон. Это можно выгонять? Можно. Вот. Вот. Кому-то так… нужно, чтобы мы реально вот понимали, да, что-то будет трудно. Ладно, всегда человек для этого понимает. Это сложно, потому что тебя может понимать и человек, который работает тоже в другой какой-то сфере, просто если он open-minded, знаешь, просто если человек более… Усковызычный. Да, то ему действительно нужно быть точно такой же, потому что вот, если люди более открыты и предполагают, что есть и другие люди, которые по-другому мыслят, и всё это нормально, то, в принципе, можно ужиться человеку вообще с другого, с другой деятельностью. Да. Да. Мне всегда… Следующий, это мой вопрос. Мне было интересно познакомиться с человеком, который в сфере, но который потом… А ты продолжила? А я продолжила. А он пошёл к директорам банка. Директорам банка. Вот. Или… Да. Но сейчас, наверное, не нашла человеку, которое нужно знать. Да. Ну, вот сейчас, возможно, вы несколько недель троясь, и… да, это очень остается. Которые, как бы, знают что-то, и платят со стороны по всему, но уже отошло чуть-чуть. Да. Это интересно. Интересно. Что-то это… Что-то в памяти… Эй, я упралась! Это не нужно быть в эфире. Нет, нет, нет. После что за история, ты мне расскажи. Ты мне расскажи, что это за история, я тебе расскажу, кто это сказал. Окей, это вот. Вы слышали? Вместе и договорились. А вы расскажите. А что любить против? Ну, просто… Бывало, это просто… Да, я не могу сказать, спросите. Ладно. И что там произошло? Да, такая таинственная история. Да, у нас кто-то не хотел сказать. Очень красивый город. Конечно. Я не хочу рассказать. Просто, честно, я очень, очень… я даже села, видишь, и не закрылась. У меня поздно, как закрытие. Потому что, и как соцсетям, и вообще мне очень тяжело говорить про личную жизнь. Я не знаю, почему. Может быть, это мои опыты нечто же. Но мне все время казалось, что моя личная жизнь, моя личная жизнь, но то она личная, что она касается только меня и человека, который меняет. То есть она не должна быть уличная. Да, вот мне очень часто в соцсетях, понимаешь, вот ты выкладываешь вот это, вот это. А почему какие-то вопросы есть? Я думаю, ну, потому что я отношусь больше к соцсетям, к рабочим моментам. Да, я выкладываю иногда свои мысли, которые я сама думаю, о своих друзей, еще кого-то. Но мне не хочется, чтобы это была платформа, и люди про меня, как человека, узнают все. Это больше рабочая платформа. Я выкладываю, как я работаю, что там. Ну, личный блог какой-то там, вот это там. Смотрите, я зубы почистила, да. Да, я поела там сегодня вот это, что-то из личного можно и позволить ему. Что-то хочется, чтобы было именно моим. У меня такое ощущение бывает, что если он не моего, он сокровенный, то если кто-то это увидит, то будет уже не так сокровенным. И вы знаете, что там ощущается. То есть, если соединить все наши предыдущие, которые к тем вашему роду, то получается, человек, который тебя понимает, это вот, потому что вам приходит рассказать. На данный момент нет. Сейчас у меня это будет рассказать, но он там же уродом и все бросает. Да. Вот. Вот. Но секрет остается секретом, так же, как и Олег, в то, что он в эфире так и не рассказал по поводу перенетов Краснодар. Ну, вот такие мы решили. Это, в принципе, знаете. И, кстати, о Краснодаре недавно, вот буквально выходных на шоу, пошло шоу «Разнообразная идея». Что это вообще как идея появилась? Вкратце, так сказать. И как это люди делают? Ну, типа, многие люди явно не видели, там, кусочки истории, понятно, это разные мелочи. Будет ли это создать? Да, создать будет. Я вижу. Вопрос. Интересный. Однообразный на те. Нормально. Чудесный. Да. Очень чудесный. Я думала о лекции. Да-да-да. Момент в чем? В том, что мы еще очень давно, уже года как два, и вообще думали о том, что хорошо бы нам осваивать эту площадку. Потому что вот еще те, пока приезжал в Роуша, и был пролог. Мы здесь не загорелись. Но и для того, что нет человека, у которого есть четкое понимание, у которого какая-то большая работа в работе с этим, который взял у себя, знаешь, что это, роль лидера. Типа, прям, все, я ставлю вот это, мне нужно вот это, опять и поехали. Было сложно. Все равно каждый работает в своем графике, у всех свои дела. Мы вроде собирались, потом опять разъезжались. Вроде такие, ну, все, давайте без степлайнов просто собираться, что-то ставить. И как направить, тогда покажем. В итоге, выходило все время так, что, когда мы без бедлайна, мы, как бы, танцовали все, что-то другого рано, все свои, там, я поехала в туусу, в итоге, все равно не переносила воду. И тут, как бы, лекция, давайте, давайте, наоборот, вставим. Хоть вставить бедлайну, а там уже просто кровь из носа, и мы должны быть что-то зимой. А на начальном дня? А на начальном дня? А на начальном дня, потому что это будет у нас толкать на работу. И вот, благодаря этому бедлайну, произошел перформанс, как-то, да? Интересно. Интересно. Интересно работать в таком небольшом коллективе, но, у нас, конечно, очень радое представление о том, как эта перформанс выглядит, что это вообще такое. И это здорово. С одной стороны. Я думала, что это рассказать, потому что, если поставить, то будет, то же это будет, чрезвычайно. Да. Мне ее рассказывать не будет, просто, то, что мое ощущение, мне очень, конечно, приятно работать. Но, из-за того, что, опять же, мы очень рады, очень поравненно смотрим на то, как должен выглядеть перформанс, а то, через что подается идея, и как все это задается, у нас очень рады. Как тебя будут с прямопадерами? Ха-ха-ха. Это больная тема, это боль. Мы нахожим все время, знаешь, что они ставим, как Олег такой. придумали такую, какую-то холеграфию. Так, папка, ты точками делаешь. А я вроде как думаю, для меня, мне кажется, что я их делаю, а они как-то, у них немножко другая пластика, они чуть ли не делали раньше. И я так думаю, все вроде делаю, и непонятно. Такой, не делаешь точками. Все время такое есть, типа, давайте сделаем вот это. зеленый, – Убирай мне червашню, И вот как он на меня смотрит? – Не. Убирай мне червашню, останешься в любое. Я что-то считаю, типа, ну ладно, ну что, взяли вальшину? Верите мне. – Мучитесь? – Мучитесь, да? – Ну, вопросы от тебя или нет? – От меня, да, лучший фильм для танцора. Боже! Посоветуешь какой? Для танцора? Да. Ой, хотела сказать мирный воин. Ну, кстати, для меня этот фильм был очень такой в помощи. Мирный воин, да? Мирный воин. Но это не про танцы абсолютно. Мне его посоветовала Дышать еще, когда я у него училась. Он мне помог борьбой этого страха. Это очень широкий вопрос. Почему? Просто, что первое в голову приходит? Первое в голову что приходит? Конечно, мирный воин. Значит, мирный воин. Что сейчас читаешь? Ну, сейчас я третий раз на Новый год перечитала мастеровую корректу. Просто дай пятюню. Я четыре раза ее читала. Ну, я не знаю. Это просто самая потрясающая книга вообще для меня. Сейчас в последнее время я люблю читать именно художественные что-то. Да, аналогично. И какие-то психологические что-то еще не документальные, а именно художественные. До этого я читала книгу интересную. Но мне нужно будет время, чтобы переразмыслить. Осознанное движение. А, осознанное. Осознавание, я имею в виду, через движение. Это вот плюс. Да, я просто очень интересуюсь вообще тем, что вот это все такое, и как это можно так двигать, как это можно ощущать по-другому. Америка или Европа? Россия. Америка. Вот. Можно показать отвечу. Да, отличный ответ. А если бы, вот, ну, у тебя были бы, ты знала, что это последние деньги, на что бы ты их потратила? На еду. На банкейки. На кексики, да? Нет, не на кексики, на банкейки. В чем отличие? Никогда не понимала. В смысле? Ну, банкейки-то такие блины только толстые. А, банкейки, да. Это офигительное что-то. Я типа капкейки перепутала. Нет, банкейки или манты. Два варианта у меня. Ну, манты тоже хороший вариант. Да. Покажи какое-нибудь танцевальное движение, которое может выучить каждый. Любой человек может выучить. Считается это танцевальное движение? Ну, я думаю, да. Да. Это позировка. Можно? Все. Я думаю, это получится. Спасибо большое, Жентавил. Ух, это было прекрасно.